Я даже не представляю, сколько роликов, так или иначе, связанных с MacBook Air M1, можно найти на просторах YouTube. Тем не менее, пожалуй, самый популярный Mac на сегодня является моей основной рабочей машинкой для создания, редактирования и публикации контента. Стоит ли он своих денег? Нужен ли он вам, если вы не монтируете клипы, не рисуете 3D интерьеры и не играете в игры? Вопросов много? Ответ один. Посмотрите этот ролик до конца и, возможно, он будет для вас полезен. Меня зовут Арут, вы на канале Just Use. Приятного вам просмотра. Все только и делают, что говорят про этот M1. Вкратце, на понятном языке. Apple создали свой процессор для устройств, работающих на macOS. Процессор, который буквально рвет и мечет. Процессор, который позволил устройствам, работающим на операционной системе macOS, выйти на совершенно новый уровень. Позволяя пользователям получить невероятно мощное устройство прямиком из коробки. Причем, вдобавок к этому, M1 появился и в про-моделях новых iPad. Получил два старших брата под названием M1 Pro и M1 Max, создав новую тему для обсуждения в будущих роликах. Я же не стану надевать розовые очки и расскажу все как есть. Где-то нахваливать MacBook Air, а где-то ругать его за даже какие-то мелкие минусы. Комплектация устройства, как и прежде, максимально простая. За 100 тысяч рублей я получил лишь сам ноутбук и блок питания. Сначала я был настроен на то, что буду ругать компанию за то, что они убрали мой любимый MagSafe, но спустя время я понимаю, что одним дополнительным кабелем в моей жизни стало меньше. И это не может не радовать. Да, теперь маг может отлететь, если вы случайно заденете провод. Часть корпуса приходится царапать, пока пытаешься вставить кабель в разъем для питания. Но все это не так критично, как расположение и количество этих разъемов. Мне неудобно протягивать кабель питания через весь корпус, потому что, наверное, по закону подлости, розетка в 90% случаев находится справа от ноутбука. Напишите в комментариях, если у вас так же. И тут можно было бы привыкнуть, будь на правой стороне, дополнительные два разъема, как это реализовано у прошек. Ну да ладно, вы можете сказать, что MagSafe и даже все необходимые разъемы, наконец, вернулись в новых MacBook с 14 и 16 дюймовыми экранами. Но, друзья, это прошки, и как скоро все это появится в относительно, в относительно бюджетном эйре, Кук его знает. У меня MacBook темно-серого цвета, признаюсь, выглядит шикарно. Вот прям все нравится, и черная клавиатура, и черные рамки, и минималистичный логотип яблока, который я сменил на не менее сектантский логотип Google. По тактильным ощущениям вопросы имеются только к экрану. Знаю, что невозможно в нашей вселенной, но было бы круто, если бы Apple сделали экран матовым. Тогда цены бы не было этому ноутбуку. Сейчас либо ты клеишь пленку, либо пользуешься и стараешься не касаться экрана, либо касаешься и, в принципе, тебе нормально, либо протираешь экран тряпочкой. Вот такой, чтобы глаз не мозолило. И тут стоит понимать, что микрофибра должна быть как минимум качественной, чтобы не оставить мелких царапин. И, возможно, именно поэтому купертиновцы решили продавать свою новую тряпочку за 2000 рублей. Причем раньше в комплекте с маками всегда клали тряпку. Но, как говорится, раньше и природа не нуждалась в нашей псевдопомощи. Да уж. Клавиатуру здесь исправили, и, к счастью, с проблемами в предыдущих поколениях я не сталкивался тупо, потому что не пользовался ими от слова совсем. Поэтому мне не с чем сравнивать. И могу отметить лишь то, что эта клавиатура не может не понравиться. Ну, разве что она не зайдет тем, у кого механические, громкие и с большим ходом клавиш клавиатуры, купленные для пекарни собственной сборки. Здесь ощущения совсем другие, но если вы любите печатать, то вы точно будете в восторге. И спокойны, что залипания и неисправности позади. И да, про тачбар и его отсутствие тоже не добавлю ничего. Думаю, мне все же удобнее механические кнопки. И, учитывая, что Apple вернули их в новых маках, многие со мной согласны. Про остальные органы управления также могу сказать лишь хорошее. Сканер отпечатков пальцев в ноутбуке лично для меня диковинка, но, признаюсь, это удобно. Работает быстро и без нареканий. И тут, я думаю, что технологии уже не первый год, поэтому проблемы с распознаванием вашего пальца были бы как-то неуместны. Динамики по-прежнему громкие, качественные. Смотреть фильмы и слушать музыку самое то. Есть у меня вопрос лишь к фронтальной камере. Как по мне, несмотря на улучшения, озвученные на презентации, картинка осталась на уровне 2010 года. И, учитывая, что это важный и часто используемый датчик в наше время, хотелось бы, чтобы детализацию хотя бы немного и, возможно, с обновлениями, но все же прокачали. Что еще? Рассказывать про удобство использования тачпада не вижу никакого смысла. Это уже неотъемлемая часть достоинств всех MacBook. Действительно, мышка вам не нужна, и даже при монтаже и обработке фотографий можно обойтись встроенным тачпадом, который, к тому же, увеличили по размерам. А вот про воздушный корпус пару слов все-таки я добавлю. Это действительно легкое устройство, которое несложно носить с собой. Спина у вас точно не будет отваливаться. Плюс ко всему этому MacBook Air очень тонкий. Увеличивая автономность и производительность, компания старается сохранить традиции. И это прям круто. А теперь небольшой тизер к следующему ролику. За время использования этого ноутбука я приобрел себе действительно классные аксессуары, про которые безумно хочется с вами поделиться и снять отдельный ролик. Поэтому напишите в комментариях, если вам это интересно. Спасибо. Мой основной сценарий использования Air на M1 до жути прост. Я монтирую ролики в Final Cut Pro, обрабатываю фотографии в Lightroom, создаю обложки для роликов и элементы оформления канала, например, в Pixelmator Pro. Помимо этих основных программ также имеются и сопутствующие, но не менее часто используемые приложения для конвертации, для скачивания роликов с YouTube в 4К, для создания лутов, записи голоса, записи прямых эфиров и так далее. Также стоит учитывать мессенджеры, плагины и всякие инструменты для упрощенной работы в самой системе. И если вкратце, то M1 лишь ускоряет открытие некоторых программ и отклик на ваши запросы. Тормоза, вылеты, лаги – это все не исключено. Оно как было на Intel, так и осталось. Поймите, нет идеальной операционной системы и идеальных ноутбуков, и не стоит забывать, что болячки у всех разные и большинство лечатся обновлениями. Я к тому, что не стоит строить иллюзии вокруг процессора Apple M1 и думать, что теперь ваш монтаж превратится в сон на диване. Лаги или тормоза, называйте это как хотите, они по-прежнему имеются, по-прежнему выскакивают. Просто с появлением такого мощного процессора и частых обновлений самой операционной системы, они все реже и реже. Действительно, приложения открываются быстрее. В монтажке можно смело позволить себе больше, чем раньше. Например, накинуть цветкора, одновременно резать несколько дорожек, применить всевозможные эффекты и переходы, и все то, что вам нравится. Действительно, ускорилось время рендеринга, импорта и экспорта фотографий в Lightroom, например, и это заметно. Увеличив производительность и энергоэффективность, отсюда полностью убрали активное охлаждение, и теперь, как ни нагружай свой ноутбук, шуметь он не будет. Никогда. Но это по-прежнему ноутбук, который реже, но все же может позволить себе задуматься, не отреагировать на ваши команды, а иногда и вовсе закрыть зависшую программу лишь после самостоятельной перезагрузки системы. Как со всем этим бороться? Во-первых, спуститесь на землю и поймите, что маки тоже не идеальны. Если вы будете смотреть фильмы, печатать тексты, читать и даже играть в игры Apple Arcade, то вам хватит и базовой модификации 8256. Если вы хотите монтировать, обрабатывать фотографии и запускать какие-то иные сложные программы, то вам необходимо приобрести версию хотя бы 16 гигабайтами оперативной памяти. Мощи самого процессора вам хватит для всех этих задач, а дополнительные гигабайты оперативной памяти позволят работать как минимум с комфортом. Если же ваши запросы и программы для их реализации требуют больше производительности, то вам остается обратить свое внимание на компьютеры iMac, Mac Mini или недавно представленные прошки, на которые мы в скором времени запилим обзор, поэтому подписывайтесь. Подытожу для лучшего понимания. Mac работает быстро, но скорость работы зависит не только от нового процессора M1, но и от совокупности свежих обновлений операционной системы и количества оперативной памяти. Air стал производительнее в разы, но не настолько, чтобы я смог смело, с чистой, так сказать, совестью порекомендовать его настоящим профессионалом своего дела в качестве основной рабочей машинки. Далее будет лишь констатация фактов. Здесь невероятно долгая автономность. Из обещанных 18 часов, по факту, лично у меня ноутбук живет примерно 15 часов. Если же монтировать какой-нибудь 4К ролик на максимальной яркости, то хватает часов на 6, не более. Здесь превосходный экран. Я все чаще начал смотреть эксклюзивные проекты Apple TV+. Там невероятная картинка у всех этих сериалов и фильмов. И в том числе еще обработка фотографий. Просто кайф. Стоит ли покупать себе Air? Думаю, решать лишь вам. Какой, под какие задачи выбрать, я уже вам сказал. А вот оправдывает ли этот ноутбук свои вложенные в него 100 тысяч рублей? Да, более чем. Даже если вы зарабатываете 500 рублей в день, используя этот ноутбук, то вложенные деньги окупятся быстро. Если же вы хотите его только потому, что вам нравится внешность, ну, типа спонтанная покупка, или же все-таки хотите ноутбук, но для выполнения простейших задач, то посмотрите на более старые модели или айпады, которые и стоят значительно дешевле, и запас по мощности имеют достаточный для того, чтобы с комфортом запустить уйму приложений. И да, подпишитесь на наш телеграм-канал. Там много интересного. Обои, устройства после обзоров, которые можно приобрести, новости из мира гаджетов и технологий, опросы и так далее. Да, возникшие вопросы пишите в комментариях. Скоро увидимся. Пока-пока. Ссылка на телеграм в описании. Прямо внизу, прямо под этим роликом. Переходи и смотри. Пока. Субтитры подогнал «Симон»